В центре столицы, на этом самом месте, напротив 14-й школы, 15 августа 2000 года, произошло преступление, потрясшее всю страну. Примерно в 22 часа 30 минут выстрелом в затылок был убит известный юрист, правовед, общественный и политический деятель Абхазии Зураб Ачба. Выстрел в Зураба Ачба – это выстрел в саму Абхазию. Эти слова российского ученого Павла Флоренского как нельзя точно выразили весь трагизм произошедшего. Кому нужна была гибель видного абхазского политика, борца за права человека и нашего народа? На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. Зураб Ачба родился в Сухуми 23 февраля 1950 года. Старший брат двух сестер, душевный, чуткий и одаренный, самый любимый в семье. Однако в школе он доставлял учителям немало хлопот, шалил и проказничал. Но при этом юный озорник был одним из самых любознательных учеников в 10-й школе, толковый, остроумный, с феноменальной памятью. Он, когда видел, что мы с сестрой учим уроки, он удивлялся нам. Мы вот так прочьем несколько раз и пересказываем. А он никогда в школе не пересказывал. Он просто вот так перелистывал. Он знал географию. В Африке какая река, сколько квадратных метров, столица, все. У него память была очень хорошая. Ну вот такой любознательный, какой-то родился необычный. Хотя родителям приносило очень много проблем, конечно. Все время в школу вызывали, все время ругали. И учителя его все время тоже ругали. То он журналы там воровал, прятался в школе, то дневники какие-то. Бедная мама часто плакала. Ну он был настолько начитан. Знаете, он ел, читал, он в туалете читал, он спал, читал. И притом он не читал одну книгу. У него целая полка книг было. Он одновременно читал несколько книг. После школы Зураб поступает в Московский государственный университет на юридический факультет. Еще во время вступительных экзаменов преподаватели обратили внимание на глубокие знания абитуриента. А уже будучи студентом, широкий кругозор позволял Зурабу дискутировать с парами наравне. Преподаватели МГУ, обратите внимание, это избалованная аудитория, избалованные преподаватели. Его называли юрист от Бога. Это не каждому студенту, тем более МГУ дано. Свою политическую карьеру Зурабачева начал в конце 80-х годов в разгар национально-освободительного движения абхазского народа. Он был одним из лидеров народного форума Айтглара, а в 1989 году Ачба стал заместителем председателя движения. 1988 год в зале абхазской филармонии. Тогда там проводилось учредительное собрание. Зал был переполнен. И снаружи этого зала вокруг филармонии стояло огромное количество людей. Тысячами люди стояли. И учреждали мы тогда вот это общественно-политическое движение Айтглара. Собрание вел я. И когда мы к преньям перешли после общего доклада, на трибуну поднялся молодой человек с юридическим московским образованием. Он был молодой, но маститый, впечатлительный. На зал он своим внешним видом тоже производил определенные впечатления. Он говорил весьма уверенно, каковы должны быть наши действия. Очень разумные, очень точные, очень четкие, выверенные мысли и предложения были сделаны им. Зал его воспринял с аплодисментами. В Айтглара мы хотели иметь такого человека. Это как бы божий дар для нас. Юрист, очень компетентный, очень профессиональный. Он Абхазию великолепно знал. Мог анализировать ситуацию. И причем, еще раз повторяю, анализировал с точки зрения правовых норм, принципов. Это очень важно было. Мы все были, как вам сказать, самоучками в сфере политики. А он профессионально образованный человек. В 1991 году Зура Вачба избирается депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. В тот самый первый созыв, который позже в народе стали называть «золотым парламентом». Созыву, которому довелось принимать судьбоносные для страны законы, впоследствии ставших основой нашей государственности. Его идейная подготовленность к тому времени и к текущей политической ситуации он, конечно, продемонстрировал в парламенте, в Верховном Совете. Здесь вот он проявил профессиональные знания межгосударственных отношения. Это нам нужно было. Нам нужно было на правовой основе вестраивать какие-то отношения с Грузией. Вести переговоры не просто мы обсуждали там бытовые какие-то проблемы, а политические проблемы. Человек высочайшего интеллектуального уровня Зура Вачба выделялся своими глубокими профессиональными знаниями, обладал удивительным ораторским даром, умением аргументированно отстаивать свою позицию, не всегда вписывавшуюся в нормы официальной конъюнктуры. Зурабачева был очень принципиальным, он всегда отстаивал свою точку зрения, блестяще вел политический диалог. Энергично, с железной логикой оппонировал грузинским политикам, защищая интересы Абхазии. Так умело и четко расставлял акценты и приоритеты, что спорить с ним было бесполезно. Ачба был настолько убедителен, что грузинам нечем было возразить. Встреча была, в частности, помнится мне хорошо, в Тбилисском театре, концертном зале. Наша делегация присутствовала, сидела в президиуме, а зал был переполнен, несколько тысяч. И зал, конечно, негодовал нашим национализмом, абхазским национализмом. И вот, несмотря на то, что зал негодовал, там не было разумной речи, только призыв к репрессии. Он выступил, не испугался, не побоялся, выступил и говорит. Вот представьте такую ситуацию. В этом зале, вот, скажем ли, пять тысяч человек. Значит, пять тысяч стульев. Давайте представим такую ситуацию. Численность ваших присутствующих в этом зале остается, а стульев сократим наполовину. Как вы будете сидеть, то придется одному человеку сидеть над головой другого человека. Вот такое взаимоотношение между Абхазией и Грузией. Мы защищаемся, потому что над нами еще сидят люди, которые управляют нами. Зал замолчал. Он это говорил достаточно образно и достаточно понятно, что зал замолчал. Понимаете, вот он обладал вот таким творческим даром для того, чтобы в той или иной неординарной ситуации найти формулировки. Многие побаивались его оппоненты. И поэтому не всегда его приглашали. Еще раз говорю, многие его побаивались. Его эрудиции, его образованности, его чутью, его уменью полемизировать. И еще раз повторюсь, извините, его боксерская реакция на любой вопрос. Грузины проводили в Гульрипше митинг, на котором они там вот свои права всячески, так сказать, пропагандировали. Ну и он поехал туда и там стал выступать и сказал, если грузины хотят стать независимым государством, то и Абхазы тоже имеют на это полное право. И как ни странно, я не говорю, что они с ним согласились, но они не стали с ним спорить. В Верховном Совете там-то происходила полемика, и причем почти каждый раз. И он, как правило, выступал всегда. Но он не повторял себя. Он каждый раз новое что-то находил. Все-таки его слушали, внимали его. Конечные ему выводы не воспринимались, но возражать было ему трудно, его оппонентам. И они молчали. Молчали, ну а потом уже как бы в коридорах или в частной такой приватной беседе, значит, свое недовольство выражали. Я чувствую, что существуют политические силы в Грузии, которые заинтересованы в том, чтобы сюда войти. Есть отдельные политики, которые понимают, что это не так, но есть и другие. Я боюсь, что к этому подталкивает логика событий. Здесь это вызвало бы страшную вещь. Я думаю, что прежде всего именно грузинской депутации, надо сказать, тем людям в Тбилиси, не обязательно они злоумышленники, они ведь многих вещей просто не понимают. Вот вы понимаете, мы понимаем, они не понимают. И поэтому объясните им, что есть такой круг вопросов, которых они не понимают и которые решать должны вы. Возьмите на себя группу за ответственность и перед грузинами, и перед абхазцами. И подойдите к решению этих вопросов уже, давайте искать выход из этой ситуации. Конституционно. Если Тбилиси не готовы к этому, значит должны быть готовы мы. Есть то, что нам положено от Бога. Хотят Тбилиси этого или не хотят, мы все равно должны будем сами это сделать. Сегодня там одна власть, придет завтра другая. Если придет туда какой-нибудь диктатор, который скажет, вешать надо абхазцев. Мы что, тут мылить будем эти веревки для того, чтобы нас вешать? Поэтому мы должны на себя взять судьбу нашей республики, в свои собственные руки, судьбу наших народов. Я прошу вас все-таки, ну как-то воспринять мои слова и подойти к вашей, может быть даже исторической ответственности на этом этапе взаимоотношения наших народов. Конкретный пример приведу. Из Тбилиси приехала делегация, называться Абхазия республика и какой флаг не сей. Я спрашиваю, какое им дело, какой у нас тут флаг будет. Это наше право, у них в Конституции не записано, что они это решают. Почему мы у них должны это спрашивать? Это такое же право, как вам называться. Я вас буду называть так, как вы себя назовете. Неужели вот эти самые элементарные вопросы мы должны согласовывать? Ну давайте определим меру, где начинаются интересы стратегические Грузии, которые мы должны обсуждать. И то, что нам от Бога положено решать самим. И мы это можем сделать сами, мы же нормальные люди. Любой подготовленный юрист, оппонент с грузинской стороны не мог на его уровне полемизировать, аргументировать, доказательно спорить с Зурабом, потому что Зураб был на несколько голов выше своих оппонентов. Нателла Акаба тогда была заместителем председателя комиссии Верховного совета по правам человека и межнациональным отношениям. В тот непростой предвоенный период к ним нередко обращались люди, чьи права нарушались. Нателла Акаба часто советовалась с Зурабом Ачба относительно защиты прав пострадавших, и он оказывал им необходимую юридическую помощь. Зураб Ачба не работал в этой комиссии, но я с ним очень часто советовалась, потому что он все-таки, я не юрист по образованию, я историк, а он юрист и очень квалифицированный такой юрист, и для него вот права человека это всегда было таким приоритетом. И он мне давал очень такие разумные, полезные советы. Зураб Ачба внес большой вклад в разработку Конституции Республики Абхазия. Его по праву можно считать одним из авторов основного закона страны. Новая Конституция независимой Абхазии была разработана и принята в 1994 году. В то время решение о наделении президента самыми широкими полномочиями было вполне логичным и своевременным. Но позже Зураб Ачба стал выступать за поправки в основной документ страны и создание сбалансированного механизма государственной власти. Он считал, что недостаток Конституции заключается в несоблюдении демократического равновесия при разделении законодательной и исполнительной ветвей власти. Говорил нам, что нужно все-таки в Абхазии ввести должность президента. Пусть Владислав Арзенба станет президентом, потому что нам нужна такая сильная, единая власть. Потому что тогда мы же все были под угрозой нового нападения со стороны Грузии, и Россия нам блокаду туда же объявила. И вот мы решили тогда, что надо Владиславу Григорьевичу сделать президентом. И мы в парламенте проголосовали за него как за президента. А потом уже где-то ближе к началу 2000-х годов он стал говорить, что нужно перераспределить часть полномочий от президента парламенту. Потому что нельзя, чтобы у нас один человек, только вот президент, обладал такими большими полномочиями. Это представляет собой угрозу. Он считал, что нужно и законодательной власти тоже больше полномочий дать. Зураб Константинович, выступая в Верховном Совете, говорил, что такой конституцией может любой лидер, не нарушая эту конституцию, может использовать ее в своих личных интересах. Он это озвучил. Это, конечно, неприятно было руководителям страны. И мы тоже это разделяли. Он говорил, если разумный, образованный человек будет во главе Абхазского государства, с Абхазией будет все нормально. Но наша конституция такая, что если будет во главе государства человек, который не очень далек, ни политически, ни экономически, ни по-человечески, не отходя от духа и буквы Конституции, не нарушив ни одной буквы, ни одного слова, он может уничтожить Абхазию. Вот потому он считал, основная проблема – это то, что абсолютно вся власть в одних руках всегда об этом говорил. Ачба очень много говорил о необходимости проведения конституционных реформ. «Наша реальная жизнь и наша конституция существуют в разных измерениях», – говорил он. Но при этом считал, что принятие конституции в 1994 году было необходимым шагом. «Несмотря на все издержки роста и становления, наше государство и его конституция являются величайшим достижением народа Абхазии, его неприходящими ценностями, условиями его процветания», – подчеркивал Ачба. Зураб Ачба, конечно, прекрасно понимал, он писал, что я один из тех, который голосовал за эту конституцию. Но была такая ситуация, невозможно было не принять эту конституцию, потому что ровно через неделю должна была быть Женевская четырехсторонная встреча, где Абхазия должна была выглядеть как государство со своей конституцией, со своим основным законом. Но он тоже говорил о том, что несмотря на изъяны конституции, мы вынуждены ее принять. Но варианта другого нет, потому что настало время, когда в срочном порядке нужно было принимать конституцию, с тем, чтобы международное сообщество могло вступать в контакты и в переговоры с нами. И вот когда в спешном порядке пришлось нам принимать конституцию, мы приняли вот такую конституцию. Зураб Константинович утверждал, убеждал, что эта конституция неждается в поправках. Мы с этим условием, собственно говоря, и приняли конституцию. Давайте будем прямо говорить о уязвимых местах этого закона, уязвимых с точки зрения тех придирок, которые к нему могут быть предъявлены. Искусный оратор, жесткий полемист Ура Бачба никогда не проявлял озлобленности. Это был удивительной доброты и широкой души человек. Пацифист до мозга костей, он был категорически против силовых методов. Зураб Ачба был дальновидным политиком. Он умел мыслить стратегически. Его статьи и высказывания и сегодня являются актуальными. К примеру, сразу после войны, в интервью одному из известных журналистов, отвечая на вопрос, куда должна ориентироваться Абхазия, он сказал. Мы должны ориентироваться прежде всего на интересы Абхазии. И исходя из этих интересов, интересов нашего государства, интересов нашего народа, ориентироваться на тех, кто наиболее близко стоит к нашим интересам или помогает эти интересы обеспечить. Потому что мы научили горьким опытом, что каждый раз, когда мы утрачивали возможность самим решать нашу судьбу, и кто-то решал нашу судьбу за пределами Абхазии, так это было и в период османского владычества, и в период российской колонизации, и страшных времен махаджистов, так и времен Беревичин. С нами поступали очень плохо. Всем нужна была наша география, и почти никому не нужна была наша демография. Поэтому я думаю, что мы не несём никаких обязательств в отношениях окружающих народов. Вот о чём я хотел сказать. Строить отношения со всеми, исходя из наших интересов. Мы никому не можем нанести вреда. Нас слишком мало, если бы мы хотели для этого. Поэтому мы должны уделить себя в того, чтобы нам причину было. Зураба Ачба очень волновал статус абхазского языка и не раз озвучивал своё видение, перспективы его развития. В этом государстве живут разные, представьте, разные националисты. Они должны быть во всём равны. Но одно качество этого государства и народа, живущего в этом государстве, должно быть отражено и должно быть защищено. Это язык. Язык является средством коммуникации. Он не просто придуман для того, чтобы на нём говорили абхазы. Вот на этой территории, называемой Абхазией, до определённого времени, до периода Махажирства, этот язык был языком общения. Он выполнил экономическую роль, контактную роль, понимаете? Через этот язык люди соотносились между собой. Он возник как, прежде всего, экономическая категория. Для обмена, как говорится. Сейчас эта функция утерян. Вот мы и говорим с вами на русском языке. Мы боремся за суверитет и независимость Абхазии. Создадим мы эту суверитет и независимую Абхазию, допустим. И вот на этой территории мы будем с вами говорить на русском, на каком угодно языке. Я имею в виду в официальной сфере. А мы будем выпускать театр, мы будем на театр, у нас будет абхазский. Газеты у нас будут абхазские. Но тогда мы в собственном государстве будем обладать культурной автономией. Зачем нам самоопределяться в государстве? Нам что сейчас запрещают грузины из Тбилиси учить свой язык? Нет, пожалуйста. Они нам не предлагали культурную автономию. Так вот, мы должны создать программу изучения абхазского языка. Я согласен, 10 лет. Чтобы щадящая была программа. Но мы должны перейти на дело производства на абхазском языке. Это первое и последнее, что мы должны сделать. За пределами языка и абхазец, и армянин, и русский, и грузинец, совершенно равные граждане. Но это условие является обязательным. Зураба Ачпа был одним из инициаторов создания конфедерации горских народов Кавказа. Организации, которая внесла огромный вклад в нашу победу в отечественной войне народа Абхазии. Кроме того, в этот период он много ездил по российским городам, встречаясь с политиками, журналистами, общественными деятелями. Рассказывал о войне, старался повлиять на российское общественное мнение, пытаясь донести людям достоверную информацию о происходящем в нашей стране и прорвать таким образом информационную блокаду Абхазии. Мы вообще по телевизору знали, мы не знали, где он, но мы узнали, что он в Москве. С Вороном они обошли все там эти академии наук, выступали, потому что доводили до русского народа, до этих, положение Абхазии, в чем проблема. Потом он был в Якутии, там по телевизору выступал, он был в Приднестровье. Ну, в общем, охватывал, как говорится, весь российский регион. Самое главное, вот мы говорим конфликт, это не конфликт, это преступление. Преступление против человечности, нарушение прав человека. И адвокат, когда совершается преступление, должен быть преступник. Когда мы определяем, кто преступник, мы должны определить ему меру наказания. Так вот, в этой войне мы должны все-таки найти виновных и осудить их как преступников. Так вот, руководство Грузии, в том числе и Шеварнадзе, которые развязали эту войну и стали виновниками тех несчастья, которые у нас происходят, не преступники. Нам противостоит хорошо организованная машина дезинформации, которые возглавляют человек, имеющий определенный, весьма высокий в свое время рейтинг на мировом уровне. Это Шеварнадзе. И поэтому нам очень трудно было доказывать правду о войне в Афгазии. Очень сложно выходить на средства массовой информации. Трудно пробиться, потому что, откровенно говоря, у грузинских мафиозных кланов и политических деятелей здесь связи намного более широкие, и тем не менее мы смогли как-то удачно с ними конкурировать и прорвать информационную блокаду. Мы воюем за свою родину, мы проливаем кровь. Кстати, при том, что Запад, особенно в первое время, довольно активно поддерживал Шеварнадзе. Поддержат они, поймут ли нас или не поймут, это не самое главное в нашей борьбе. И дело в том, что мы боремся, потому что нам эту войну навязали. Нас убивают, нас пытаются отобрать войну, пытаются уничтожить наше государство. Мы осуществляем право на защиту. Это право принадлежит нам от Бога. И если Запад не понимает этих элементарных вещей, скорее всего, не хочет понимать, значит, он ориентируется какими-то другими главственными критериями, чем мы. И нам не нужно их понимать. Он мгновенно, молниеносно мог дать ответ на самый любой критический вопрос во время Грузино-Абхазской войны. Это встреча с Любимовым, это встреча с грузинской делегацией, это встреча со многими, со многими, со многими. И, видя его вот настолько высока его полемическая культура, я помню, Любимов, он все ускользал, он говорит, нет, дайте мне договорить. И все, что он говорил, это не был просто разговор, это был железный аргумент, доказательно, по закону, по праву, по конституции, по мировому праву. С любой точки зрения, как бы ни подходить к его аргументам, они имели полное право на жизнь. Абхазия является государством, должны иметь тот объем прав, какие имеют республики в России. Мы понимаем, что это в динамике находится, развитие взаимоотношений. Мы ставили вопрос, это все пожелания, о которых здесь говорит мой оппонент Алексей, за это пожелания. Мы каждый раз пытались, чтобы это легло конкретно на бумагу, конкретно на какой-то договор. Кстати, вот парламент, о котором говорят, что нам дали 28 мест, 26 грузинам, и в смысле это не отражает демографическую ситуацию. Мы-то ведь предлагали совсем другой вариант. Введение аформированной мировой практики двухпалатного парламента, где в одной палате, в Совете национальности, были бы представлены все национальные общины. Армянская, греческая, грузинская и абхазский народ, и русская община. А в другой были бы прямые выборы. Но этот вариант был отвергнут. Одну секунду, я прошу не перебивать меня. С каким правом у Абхаза? Одну секунду, одну секунду, одну секунду. Это достаточно специфический вопрос, я думаю, что они требовали права. Я хочу, 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 на это постоянно опираю. Я вас прошу не перебивать. Пожалуйста. Но дело в том, что, да, единственное, что мы просили за абхазской общиной, сохранить право в это на те вопросы, которые касаются государственного устройства этой республики и территории. Мы имеем право, там самоопределить, что мы. Что тут такого? Теперь Грузия была федерацией. В Конституции 27-го года записано, что Грузия строится на федералистических принципах. И с 21-го года по 31-й год Абхазия и Грузия находились в фактически федеративных отношениях. Нет, я так понимаю, что противоречие это не вызывает. Просто видим общественное мнение против этого. И Шеварднадзе, и сейчас Алексейдзе, говорю, что общественное мнение не созрело. Оно не созреет никогда, потому что в этом общественном мнении, в этом общественном мнении культивируются совершенно иные идеи. Говорится о единой, неделимой национальной Грузии, в которой нет нам места. Вот за что вы говорите. Спасибо большое, господа. И в мирное время Зураб Ачпа продолжил активную деятельность в деле строительства Абхазского государства. Он прекрасно понимал необходимость создания государственных структур, чем, собственно, и занялся сразу же после войны. Вот закончилась сегодня война, он сидел и думал, как нам государство какое. Он говорит, нам не нужно всем воровать, мы можем все хорошо жить. А он уже хотел мирную жизнь. Вот он думал над устройством государства. Сколько у нас должно министерств, на душу населения, сколько у нас таких органов других. Он уже как юрист работал над этим. Много сил и энергии Зураб Ачпа приложил к формированию абхазского парламентаризма, демократических традиций и повышению политической культуры в нашем обществе. И на этом поприще он добился немалых успехов. И все же в 1995 году опытный политик принял решение уйти из парламента. В заявлении на имя спикера о сложении себя депутатских полномочий Ачпа подчеркивает, что не намерен объяснять свой поступок так, как считает это безнадежным занятием. Он видит, что он ничего не может сделать. Он хочет там помочь, его отодвигает, там помочь, отодвигает. И он тогда пишет, и он приходит и говорит, я не могу так. Люди подходят, а я не могу помочь. Зачем мне депутатские деньги, если я ничего на это не могу сделать? И он пишет заявление об уходе. Вот то единство, то спаянность и сплоченность, которое мы демонстрировали во время войны, после войны этого уже не было. Оставив работу в парламенте, Зураб Ачпа уехал в Москву, где несколько последующих лет работал заведующим юридической консультации. Он видел эту, скажем так, как бы покрасившись сказать, безобразие. Он уехал и решил посвятить себя правовой деятельности. Вместе с Тарасом Шамбо они сдали экзамены, получили адвокатской конторой. И на самые запутанные правовые судебные дела в качестве адвоката его приглашали. В разные точки Советского Союза. Почему? Потому что любая правовая коллизия, какая бы ни была, его уровень знания, образованности и, скажем так, чутё правовое было настолько высока, что он всегда находил точный выход. Правовой выход, законный выход – это ценилось всеми. Но через какое-то время произошло событие, подтолкнувшее Зураба Ачпа вернуться домой. Туда через какое-то время приезжает Арзума с Вороном. И мой брат, это потом он мне рассказывает, целых два часа он ему говорит всё, чем он был недоволен. Это не были вопросы личностные. Это все вопросы были, касались обустройства Абхазии. Воронов в шоке сидел. Он даже не представлял, что можно такое сказать. Арзума ничего в ответа, в смысле, не сказал. Единственное, в конце он сказал, приезжай в Абхазию. Зурик через какое-то время бросает там, приезжает сюда. Он думает, что Арзума понял, чем он недоволен. В смысле, недоволен теми событиями, которые здесь происходят. А он ему предлагает место министра юстиции. И Зурик увидел, что это как бы, что ничего не получится. Он отказался и уехал. Ачпа не стремился во власть. У него не было больших амбиций. И он открыто об этом говорил. Так, к примеру, в одном из интервью он подчеркивал. Я частное лицо, обыватель. Это мое мироощущение. В политику меня загнала действительность, которая существовала перед войной. На каком-то этапе я понял, что если я не пойду в политику, то политика доберется до меня. Я увидел наступление опасных процессов и решил, по мере своих возможностей, принять в них участие. Мне кажется, что на этом этапе я исполнил свой долг. После войны, когда общество было охвачено переделом имущества, а политическая элита переделом власти, я почувствовал себя лишним со своими представлениями о послевоенном устройстве государства, о его функционировании. То есть события развивались не так, как я себе представлял. Говорить надо тогда, когда тебя готовы слушать, когда общество начинает ощущать наличие проблем и ищет на них ответы, считал Зураб Ачба. Он ценил свою личную свободу и свободу других людей. «Я – оппозиционер-одиночка!» – шутил он. Не просто ораторское искусство у него было, а у него были предложения очень придуманные. То есть публично выступая, импровизируя, он очень выверенные положения формулировал. Он был на это способен. Вот таких, к великому сожалению, сейчас людей, скажем, я затрудняюсь назвать кого-то. В 1999 году Зураб Ачба вернулся на родину. И в том же году он стал работать юристом в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. Оказывал правовую помощь гражданам Абхазии. Начинается его активная, уже, скажем так, он уже не работает, он уже не депутат. И его вся основная работа, вся его основная цель, основные мысли – это поставить Абхазию на ноги. В правовое русло, прошу обратить внимание. В последний год своей жизни Зураб Ачба стал заниматься и публицистикой. Он публиковал очень смелые критические статьи филитуны. А Ачба Риана выступал за открытость и прозрачность деятельности истеблишмента. До общества это доходило, но адекватной реакции не было со стороны общества. Может быть, это народ тоже понимал, что происходит, но народ тоже боялся. Инстинкт самосохранения брал верх. Он был добрейший человек. Насколько он был физически крупный, настолько он был ребенок в душе. Он верил в свободу, потому что он сам душой был свободным человеком. Он не мог понять, как можно заставить заткнуть человека. Когда ему говорили, ты слишком открыто говоришь, пишешь, и он отшучивался и говорил, убьют тебя, все говорили, и родственники, и друзья. Он отшучивался и говорил, за что меня убить? У меня есть велосипед, даже костюма нет. И джинсовые брюки. Только мне жаль ребят, которые меня... Вы представляете, у нас фамильное кладбище на горе. Кто меня будет туда поднимать? Мне жаль этих ребят. К большому сожалению, все оправдалось. Он публиковал свои статьи в нужной газете и в Республике Абхазия. И вот это вызвало, видимо, такое острое недовольство среди таких ярых сторонников власти. Зураб делился с родными и близкими своими опасениями за настоящее и будущее страны. Его сестра Светлана с болью вспоминает, что брат очень часто приходил домой расстроенным. Он постоянно был в нервном состоянии, он постоянно был недоволен все, что здесь происходит после войны. Он приходил весь вот такой, весь возбужденный. Это никто его не хотел туда слушать. Я говорю, ну зачем? Все в одну сторону, а ты все время против. Ну, Зурик. И он видел, что происходит в обществе. В обществе уже началось тогда, сразу же после активных боевых действий, началось, конечно, деструктивные процессы. Началось деля же имущество, наследие войны, перераспределение ресурсов. Кто что успевал, тащил. Все это на наших глазах происходило. И мы мириться с этим не могли. Но и в то же время открыто, публично жаловаться народу, что есть у нас такие люди, что мы ими недовольны и так далее. Мы этого позволить себе не могли. Во-первых, общество это не приняло бы. Легко можно было бы парировать наши такие доводы тем, что мы хотим во власть, мы рвемся во власть. А из нас никто не рвался. А тем более Зураб Константинович тоже не рвался во власть. В должности не рвался. Он не был таким. Ачба активно боролся за развитие гражданского общества. Поступал за наличие оппозиции, без которой, по его словам, немыслимо здоровая политическая система. Уже много лет в Сухоми существует культурно-благодворительный центр имени Зураба Ачба «Мир без насилия», основанный политологом Далилой Пили. В этом же центре функционирует молодежно-искуссионный клуб. С 2013 года центром регулярно проводятся Ачбовские чтения. Ровно через год, за два дня до годовщины его гибели, мы создали культурно-благодворительный центр. Единственное, я настояла, чтобы этот центр назывался «Мир без насилия», потому что он сам был олицетворением. Не насилие, он верил в том, что силой ничего нельзя делать и сделать нельзя. И так сложился и организовался, образовался культурно-благодворительный центр «Мир без насилия» имени Зураба Ачба. Это ровно через год после его гибели. Мы создали опять в этом же центре молодежно-искуссионный клуб, о котором он так мечтал. Зураб Ачба многое не успел. Злая поля поставила точку на его деятельности. Его чрезмерная принципиальность, непримиримость к любым проявлениям несправедливости и беззакония вызывали у его оппонентов, мягко говоря, недовольство. За ним следили уже несколько месяцев. И Зураб об этом знал. Даже рассказывал родным. Но он, как и прежде, не боясь, смело высказывал свое мнение. Мы должны определиться в главном, что есть для нас абхазское государство и абхазская власть, писал он за пару месяцев до гибели. Вот перед тем, как его убили, мой муж с детьми уехал в Курск. И Зурик должен был у меня ночевать. И света не было, вы знаете, и Зурик еще не пришел. И стояла машина. Вот стоит машина, стоит машина. Я нервничаю. И Зурик только пришел. И машина увидела, что я стою, мы стоим. Они за ним следили. Тут же уехала. Он был очень широкой натуры. Понимаете? Как-то вот чувство страха как-то отсутствовало. Вот такого страха. Никто тогда не сомневался, что убийство Зураба Ачба носило заказной характер. Преступники убили символ здравомысля, говорят современники Зураба Ачба. Это трагедия, что наша страна потеряла такого человека. С ним Абхазия была бы другой. Быстрее формировалось бы правовое государство, подчеркивает в одном из интервью общественный деятель Арта Иналопа. Зураб Ачба так и остался незаменимым. Я могу сказать вам одно. Говорят, незаменимых людей нет. Это неправда. У нас нет альтернативы этому человеку. И в этом наша трагедия. И колоссальная трагедия. Зураб действительно не принадлежал никакой партии. У него было свое видение решения наших проблем. Вот он говорил, что у нас должны быть политические клубы. И через эти политические клубы, через дискуссии, диспуты, мы должны решать проблемы становления нашего государства. Я не знаю, может быть, это и есть тот рецепт, который нам поможет. Но я знаю одно. Тот, кто убил Зураба, фактически стрелял в Абхазию. Но в том, что это политическое убийство, никто не сомневался. Лично я в первую очередь сказала, это политическое убийство. Потому что, судя по тому, какой он был человек, как он общался с людьми, что бы там ни было, ни один миф к нему не клеился, потому что он на свои деньги всем старушкам покупал то сахар, то молоко, то, я не знаю, чем мог он всем помогал. У него не было врагов в быту, в общении, в народе. Он знал, что за ним следят и что его где-то убьют, потому что такие разговоры, последние его приезды. Он зятю сказал, у тебя есть какое-то оружие? Вот он чувствовал, что с ним что-то произойдет. За день до гибели Зурабачба виделся с Олегом Доминием. Он рассказал ему о неких важных документах, обличающих конкретных людей и признался, что собирается предать их огласке. Он мне показал бумаги. Там были банковские счета в разных банках, не в Абхазии, а за пределами Абхазии. И счета, чьи счета, фамилии и так далее, конечно, я примерно догадывался, примерно я знал, но я не знал номера банковских счетов, а у него уже это было. И похоже были, что они на самом деле действительные были. По поведению лиц, которых назывались, да, они могли, конечно, этим заниматься. Мы и знали, что они этим занимаются, потому что какое имущество, куда идет. Абхазия – маленькая страна, маленькое общество. Все все это видели. Но многие глаза закрывали. Что касается бумаг и вот этих банковских счетов, я, расставаясь с ним, сказал ему, что вы это мне показали, но я советую тебе это больше никому не показывать. А он мне ответил, не то, что собираюсь это показывать, я собираюсь это в эфир озвучить. Я, конечно, ему не советовал этого делать. Огромная папка через плечо у него всегда висела. Она не маленькая была. Она достаточно увесистая, тяжелая, потому что она вся была переполнена его литературой, его тетрадями, его записями. И обратите внимание, каждую страницу красным карандашом он нумеровал в своих записях. А документы откуда он взял? Кто-то ему дал в Москве. Те люди, которые около него были в то время, кто-то, может быть, и донес. Понимаете? Он открытый человек был. И когда тот трагический час, момент, когда я прибежал на место гибели Зураба, тогда я там услышал о том, что очевидцы, при которых происходило убийство, говорили о том, что прибежали к трупу люди, посмотрели его внутренние карманы, вытащили все то, что вытащить могли. И он же всю жизнь ходил с папкой. А эта папка рядом валялась, они подняли эту папку и убежали. И вот судьба вот этой папки по сей день неизвестна. И вдруг она исчезает. Она исчезает, потому что якобы должны в следственных целях забрать. Но когда вернули, посмотрели, там множество страниц его рукой, написанных, не хватало. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Выдвигались различные версии. Но в приоритете была и остается профессиональная деятельность. К ходу расследования проявлял интерес даже генеральный секретарь ООН Кофе Анна. Мы с сестрой все время ходили туда. Понимаете? Все время нас дурили, все время ходили. Когда мы приходили, генеральный прокурор с кабинета убегал. И последующие. Единственный человек, Валерий, кажется, борцыц, он в университете преподает, он сказал, знаете что, никто этим заниматься не будет. Мы очень много прошли. Вот моя сестра умерла, бедная. Мы каждый раз боялись за своих детей. Мужья говорили, вы остановитесь, вас убьют, детей убьют. Время было очень сложным. Но он у нас единственный брат был, и мы не могли остановиться. У него не было семьи, не было детей. Гибель Зураба Ачба болью отозвалась в сердце каждого. Его любили и уважали не только в нашей стране. Многие представители международных организаций выражали искренние соболезнования по поводу гибели известного правоведа. Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Абхазии, Дитер Боден сказал тогда, что он горд тем, что является другом такого дальновидного политика и большого человека, как Зураб Ачба. Он был не только профессионалом, но и человеком, который готов был служить обществу. И это потеря не только для Абхазии, а для всего человечества. Так отзывались о Зурабе Ачба зарубежные политики. Мы искренне сожалеем по этому факту. Это потеря, не только потеря для Абхазии, это потеря для человечества. Потому что таких людей с такими способностями, с таким калибром, с таким знанием, их немного, их очень мало. Он отличался от многих в окружении, скажем так, политического эстеблишмента Абхазии. Они видели в нем высокого образованного человека. Они видели в нем непререкаемый авторитет в области правосознания, правовой культуры. И, конечно же, его человеческая доброта, его порядочность не могло не подкупать любого человека. Вспоминая Зураба Константиновича, вспоминая и других наших коллег, конечно, сегодня их отсутствие является серьезным тормозом нашего развития. В развитии общества, в развитии государства все-таки человеческий фактор был и остается решающим. Мы это сегодня острее ощущаем, чем это было тогда. Зурабач по-многое сделал для становления независимого абхазского государства. Обаятельный, с искрометным юмором, он, как никто другой, умел признавать и свои ошибки, и смеяться над ними. Большой человек с широкой душой, с теплой и жизнерадостной улыбкой, работавший на светлое будущее своей маленькой страны. Он хотел от общества немногого, всего лишь быть услышанным. Семейная жизнь Зурабачба так и не сложилась. Женитьба оказалась недолгой, детей не было. У меня нет ничего, кроме родины, часто повторял он. Зурабачба был с большим юмором. На все случаи жизни у него были свои замечания, свое отношение, но больше всех конечно меня очень трогает, меня очень волнует его высказывание, которое говорит о его жизни. Он говорил так и писал «У меня нет семьи, у меня нет детей, я дурно распорядился своей личной жизнью, единственное, что у меня есть это моя родина Абхазия». Я думаю в этом выражении весь Зураб. Он заболел, вы знаете, он просто заболел Абхазией. Он просто заболел. Ничем его нельзя было, и вот это нужно было наубить. Он говорил, мы все можем хорошо жить. Если Зурабачба приглашали в разные города Советского Союза, где он расплетал самые запутанные дела, то его дело ввел студент-заочник-юрист. Очень морально совершенный, морально безупречный, профессионально компетентный, преданный интересам общества и готовим их отстаивать. Это особый человек, особый тип человека. Он себе не должен принадлежать. Он должен принадлежать обществу. Он должен быть готовым пожертвовать собой. Азураб Константинович, он не пожертвовал собой. Святое место пусто не бывает. Я говорила буквально с первого дня, как его не стало, не только я одна, многие говорят, жаль, но его место и сегодня пустое. Потеря такого порядочного, интеллектуального такого человека, это, конечно, очень... И, кстати говоря, то, что Юрия Николаевича Воронова убили, это тоже просто катастрофически. И ни к чему хорошему, конечно, такие вещи не приводят. А когда вот Зураба убили, я помню, мы все были в шоке, ну, вот все его друзья, и мы каждый год приходили вот в этот день, 15 августа, приходили на это место, и там вот зажигали свечки, цветы клали. Это была такая потеря, что очень трудно вот ее как-то пережить. Он верил в справедливость? он верил, что должна быть широта души, в конце концов, абсуара. Зачем вы закрываете рот человеку, который говорит правду? Он не верил, что его могут убить, но он оказался жертвой своего доверия. Это большая и невосполнимая ничем потеря общества. Когда общество теряет не просто человека, а человека носителя интеллектуального потенциала, это удар по обществу. Общество утрачивает способность поддерживать себя. Это выстрел не только уничтожения Зураба, но уничтожение мысли, уничтожение свободы, слово, уничтожение конкретного человека, который много знает, много умеет и многое может впереди сделать. Он слишком много знал. И еще, он всегда говорил, это я тоже слышала, я такую бомбу взорву. Ну и взорвали его. В ту роковую ночь Зурабачпа вышел из своего дома в Синопе и направился к сестре Светлане, жившей на набережной недалеко от Красного моста. Около 14-й школы к нему со спины подошел неизвестный, выстрелил в затылок, быстро пересек дорогу и скрылся. Говорят, были очевидцы, но ни их, ни убийц следствие так и не нашло. Громкое преступление до сих пор не раскрыто. Зурабачпа было ровно 50 лет. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова